Друзья, в эти непростые времена нам нужна ваша поддержка. Помочь антизомби в информационной борьбе против оккупанта можно по ссылке на донаты в описании. Всё будет Украина, друзья. Исходя из ежедневных ракетных ударов по энергетической инфраструктуре Украины, у миллионов украинцев возникает вполне себе логичный вопрос. А зачем Путину такие финты ушами? Каким образом декларируемая деноцификация и демилитаризация скукожились до позорной деэлектрификации? Ну окей, пару раз ударили, чтобы потешить кровожадных соратников. Это лучшее, что было с нами не просто за прошедшую неделю, а за последние семь месяцев. У людей возникает какое-то чувство удовлетворенности того, что безнаказанным выходка с Крымским мостом не осталась. И отвлечь всё тех же уропатриотов от отрицательного забега российской армии из Харьковской, Северодонецкой и части Херсонской областей. Этот ход как раз был вполне читаем. Но события последних дней говорят о том, что Путин не пожалеет сил и средств, чтобы оставить украинцев без света и тепла зимой. Целью последних российских атак становятся объекты энергосистемы Украины. Ещё немножко, и мы эту деэлектрификацию Украины проведём в полном объёме, чтобы на эту точку поставить и больше не мучиться. Если кто-то думает, что это проявление силы или усложнение жизни украинской армии перед неким суперштурмом со стороны России, то это не так. Всё, что сейчас происходит, это не что иное, как попытка Кремля склонить Украину к переговорам. Ведь Путин и его генералы давно осознали, вот эти вот визги из серии «Дойдём до Львова». Надо до польской границы и зачистить просто вот до корня вот это бандеровское гнездо. Вот дойдём, посмотрим. О, здесь Польша. Здравствуйте, товарищи поляки. Здравствуйте, товарищи румыны. Здравствуйте, товарищи венгры. Сколько? Как дела? Всё хорошо? Это просто пустышка и не более. Восемь месяцев до Авдеевки в километре от Донецка не могут, зато до польской границы языком аж летят. Деносификация, демилитаризация всех. То есть по-русски вот это всё должно полностью туда, вон, да, границы с Польшей, Словакией, Венгрией и Румынией, оно должно полностью очиститься от всей этой гадости. Но по факту ни российская армия, ни российская экономика не вытащат долгой войны. Запад, помогающий Украине, и богаче, и технологичнее, и с гораздо лучшим ВПК. А значит, время играет против России, как бы не хорохорились городские сумасшедшие на федеральных каналах. Мы всерьёз ещё не начинали. Отзывает оптимизм, что, во-первых, стабилизировалась обстановка по всей линии фронта. Где-то в конце ноября наши силы смогут перейти в решающее наступление и достигать поставленных задач. Что остаётся Путину и компанией в такой ситуации? Ответ уже очевиден. Разыграть карту гуманитарной катастрофы, чтобы, нет, не украинцы, а европейцы дали слабину и начали требовать от Зеленского идти на уступки. Есть один жёсткий план. Переговоры возможны, если на Украине будет гуманитарная катастрофа. Тогда будет всё по боку. Гуманитарная катастрофа, которая привела сейчас после бомбёжки инфраструктур. То есть план примерно такой. Россия за последние месяцы поднакопила ракеты и начинает систематически кошмарить ими крупные города. Список целей, которые Минобороны обещала Путину доработать, сегодня официально расширен. Воздушная тревога объявлена по всей Украине. Как минимум 16 калибров, выпущенные из акватории Каспийского моря, уже подтверждены взрывы в Ровенской, Житомирской, Харьковской, Черниговской и Днепропетровской областях. И это не считая самого Киева. Цель простая. Лишить мирных жителей основных удобств и заставить что? О, верно. Выезжать за границу. Эту карту они уже разыгрывали в своё время, раздолбав в ноль ту же Сирию, что вызвало наплыв беженцев в Европу. Европа переживает кризис исторического масштаба. Тысячи беженцев из Сирии и Ливии пересекают южные границы ЕС. Пропагандисты этому в своё время страшно радовались. Европу-то теряем. Она экономически слабеет. С кризисом беженцев справиться не может. И главное, не очень понимать, что она хочет. А позже подобный трюк Россия пыталась провернуть уже через территорию Белоруссии. Мигранты прямо сейчас встали вдоль польско-белорусской границы, вдоль колючей проволоки, взялись за руки, сообщают о том, что не уйдут с этой территории. Мигранты из Африки и Ближнего Востока продолжают пребывать. Их путь лежит в Евросоюз, но Польша их пускать не намерена. Видать, схемка, кошмарить Европу беженцами страшно понравилась Путину. Ведь в Кремле отлично понимают, что в той же Польше и Германии уже находятся миллионы украинцев. И принять ещё столько же, если не больше, да ещё и зимой будет весьма проблематично. Если гуманитарная катастрофа приблизится к кризису, например, 5 миллионов в течение недели беженцев из Украины в Европу, они готовы будут давить на Украину, чтобы Украина начала вести переговоры. То есть в Кремле рассчитывают добиться хоть каких-то геополитических коврижек за счёт гуманитарной катастрофы. И принимать меры по её недопущению нужно уже сейчас. И один из аспектов, над которым необходимо работать, это борьба с паникой. Ведь для того, чтобы люди срывались с насиженных мест, все рупоры российской пропаганды уже сейчас работают по новой концепции. Российская Федерация в самом деле терпела до последнего. Сколько терактов мы не замечали, пропускали, но после Крымского моста, после попытки уничтожить символ Российской Федерации, мы должны были начать действовать жёстко. Куда ни включи везде крики и истерики. Чудаки прямо обещают украинцам совершенно другую, куда более страшную войну. Ребят, чем дольше мы не отвечаем, тем больней будет по итогу. Путин в середине сентября говорил, что если оно так и будет продолжаться, то мы начнём. И вот, наверное, началось. После которой, чтобы вы понимали, референдумы сначала пройдут в Николаевской, Одесской и Днепропетровской областях. Вот ещё полгода пускай пройдёт. И мы с вами, собственно, будем говорить опять на ту же самую тему. Но при этом референдумы пройдут уже, допустим, там в Николаевской, Одесской, Днепропетровской областях. А потом и по всему миру. Вижу Вашингтон в долине, Даллас вижу и Техас. Как приятно здесь, в России, выпить вкусный русский квас. Над Сиднеем солнце всходит, утконос сопит в пруду. Репродуктор гимн заводит. С русским гимном в день войду. Дурачок Стремаусов явно хотел помочь пропагандистам нагнать страху, но все в очередной раз почему-то смеялись. Ведь на фоне этого альтернативно одарённого поэта-современника... Вижу Прагу и Варшаву, Будапешт и Бухарест. Это русская держава. Сколько здесь любимых мест. Вижу пагоды в Шри-Ланке и Корею и Китай. Где бы я ни ехал в танке, всюду мой любимый край. Даже творчество раннего Пафлютия Губарева не кажется таким жалким. Я носитель мысли великой. Не могу, не могу умереть. Но здесь нужно понимать, что неудачная реализация никак не меняет их общей концепции. Мол, всё, отставить. Шутки закончились. Командующий СВО теперь никто попал, а железный генерал Суровикин. Трепещите, Укры, пощады не будет. Один из самых опытных боевых генералов, командующий военно-космическими силами Сергей Суровикин. Он обладает характером и выдержкой, а также бесценным опытом. В первую очередь, как раз в борьбе с террористами. Сейчас многое наладится, когда наконец-то назначили одного ответственного за весь фронт. Суровикин. Хороший генерал, кстати. Очень крутой муж. Ну, а чтобы никто в этом не сомневался, из каждого утюга разносят якобы слова этого самого генерала. Мы вам сейчас их даже зачитаем. Это такой опасный пацан. Прям ух, как страшно. Я не желаю больше жертвовать российскими солдатами в партизанской войне против полчищ фанатиков вооружённых НАТО. У нас достаточно сил и технических средств, чтобы привести Украину к полной капитуляции. Хохлам стоит призадуматься. Вероятность в 100%, что режиму всё. Просто, чтобы вы все понимали. Суровикин, по большому счёту, никто. И зовут его никак. Чудак за всю карьеру больше прославился скандалами, а не военными успехами. В марте 2004 года подполковник Виктор Цибизов обратился в прокуратуру с жалобой, что его якобы избил командир дивизии генерал-майор Сергей Суровикин. За то, что на довыборах в Госдуму 14 марта он якобы проголосовал не за того кандидата. Московский военный суд признал его виновным в том, что он занимался пособничеством при приобретении и сбытии огнестрельного оружия и боеприпасов. Также он был обвинён в ношении оружия без нужного разрешения. Военный получил лишение свободы на год условно. Да, он командовал ВКС в Сирии, но это вообще ни о чём. Ведь давайте говорить честно, бомбить с ушками фанатиков без ПВО много ума не надо. Другое дело – это война, когда российские самолёты падают каждый день. Вот оно, ВВС России. Нет! Нет! Упал! Отдельное, как в том же Йейске, таранят жилые дома. Йейский военный самолёт Су-34 рухнул во дворе жилого дома. Поэтому не исключаем того, что Суровикина достали из Ларца чисто ради того, чтобы в случае провала новой концепции уропатриоты отрывались на нём, а не на Путине, Шойгу или Герасиме. Другими словами, опыт с генералом Лапиным, который вдруг стал виноватым в отрицательном забеге из Харьковской части Донецкой области. Я не могу молчать о том, что произошло в Красном Лимане. Обороной этого участка руководил командующий Центральным военным округом генерал-полковник Александр Лапин. Обидно не то, что Лапин бездарь, а то, что его покрывают наверху руководители в Генштабе. Будь моя воля, я бы разжаловал Лапина до рядового, лишил бы наград и с автоматом в руках отправил бы на передовую смывать кровью свой позор. Очень понравился в Кремле. И мы уже сейчас передаем пламенный привет Суровикину. Дядь, пройдет немного времени, и ты будешь в той же позе, что и Лапин сейчас, только следующим. Ну, а мы, ну, допустим, к февралю или к марту, этот фрагмент будем показывать и неприкрыто глумиться. Как сейчас все глумятся над крикунами о захвате Украины за три дня. В течение суток вся военная инфраструктура Украины будет обнулена. Полтора-три дня надо для того, чтобы просто полное поражение нанесло. И да, мы же не первый день живем и отлично понимаем, что помимо информационных накруток непременно будут и попытки прорывов. В том числе, весьма вероятные со стороны Беларуси, которая уже стелет информационную соломку под участие в войне. Беларусь заявила о своем праве на превентивный удар по Украине. Об этом заявил начальник департамента международного военного сотрудничества Валерий Ревенко. А с тем учетом, что картограф Лукашенко еще до 24 февраля знал как минимум 4 точки, откуда на Беларусь готовилось нападение. А я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение. И если бы за 6 часов до операции не был нанесен превентивный удар по позиции, они бы атаковали наши войска. Провернуть ровно этот же финт и напасть, прикрываясь формулировкой о превентивном ударе, им не составит большого труда. Пропагандисты, кстати, уже открыто обсуждают участие Беларуси в войне. На Беларуси идет постоянное давление. Давление не дипломатическое, а военное. Киев говорит, что они ожидают нападения со стороны Беларуси, а Беларусь говорит, что нет, я ожидаю нападения со стороны Украины. Ну, это как раз вот та самая патовая ситуация, где казус Белем может быть любым. Даже выстрел из охотничьего ружья. Условно говоря, кто-то из хлопцев, немножко перебрав горилки, выстрелил в сторону пограничного поста, ранил или убил пограничника. И началось. Но знаете, друзья, что-то нам подсказывает, что такая игра на все деньги станет концом как минимум режима Лукашенко. Ведь что случается с армиями, которые начинают войну, имея за плечами лишь опыт учения, белорусы могут узнать у своих российских братьев по разуму. Командиры отправили колонну, говорит, ее всю раздолбили. Они ехали после первого. Путин к телевизору говорил, что я еще войну не начинал, это только спецоперация идет, где дети гибнут, спецоперация. 27 тел. Груз 200 шел. Мы в Екатеринбурге приземлились. Шесть разгрузили. Новосибирский. 17. Два города Нудэ, один Чита, один Хабаровск ушел. Из Ростова каждый день отправляют эти борта. Сюда. Груз 200 идет. Это, кстати, очень показательный документальный фильмец о родственниках погибших в Украине бурятов. Гробов из Украины туда пришло настолько много, что местные жители уже начинают задавать правильные вопросы. А тут нас, бурятов, и так мало. Мы же малая нация вообще. А столько парней там погибло. Это, считай, девушки-то наши, за кого замуж-то будет. Это бурятская нация. Что меньше станет? Почему Запад-то не воюет, а один все, вот, вся Бурятия, Дальний Восток? Я думаю, что это просто уничтожение к северных малых народу идет. Вот и все. Да вы что! Вот так прозрение. Но радует другое. Похоронив своих старших детей, бурятские мамки делают все, чтобы на войну не забрали младших. Я отправила вам двух детей. Я еще какой долг должна государству? Что я еще государству должна? А теперь еще и чтобы этот ребенок у меня там завис, что ли? Их, наверное, можно понять. Ведь патриотизм патриотизмом под крики Соловьева о лучших солдатах в мире хочется гордо ножкой топнуть. Но умирать на старости лет в одиночестве без детей тоже так себе вариант. Вот почему в Бурятии уже начались правильные движения. Вот такая война у нас. Вернее, военная операция. Как будто у нас националистов нету, да? Вот заметьте, вот на Западе националисты скинхеды. Даже в Иркутске есть скинхеды. Даже в Бурятии скинхеды. Тогда надо было сначала неонарцистов у себя в России всех убрать, а потом куда-нибудь, да, вот в ту сторону. Нахрен эта война нужна. Я удивляюсь, что у нас в республике народ молчит. Что-то я вот только погибшему. Никто не выходит, не протестует, ничего. Отправить туда пушечное место таких молодых ребят, да? И за что пацаны гибнут? И чем больше россиян будет демилитаризировано в ближайшие месяцы, тем сложнее будет Путину восполнить потери. В итоге со временем в российской армии может наступить коллапс, когда умеющих воевать останется критично мало, а согнанные новобранцы задач не решат. Но для этого Украине придется приложить сверхусилия и вновь заплатить страшную цену. А западным союзникам окончательно понять, что хороша ложка к обеду. То есть оружие нужно сейчас. Не весной, не к выборам, а сейчас. И тогда будут все шансы для того, чтобы Путин, как он и мечтал, попал в учебники истории. С одной лишь поправкой, что речь там пойдет о президенте, проигравшем войну и поставившем Россию на колени. Больше восьми лет они всеми силами разжигали ненависть. О чем вообще с вами говорить? Разнесем Киев ядерными ракетами. Делали все, чтобы российскую армию в Украине встречали цветами. Украинцы ждут. Они в самом деле надеются, что мы их в конечном итоге освободим. Мы обязаны быть там. Но их план не сработал. Ведь даже в городах юга и востока Украины Россия проиграла информационную войну. Фашисты! Фашисты! Вот вам суки, а не Украина! Чтобы сражаться за умы и дальше, командам гражданской обороны и антизомби нужна ваша поддержка. Вы можете помочь нам на нашем Ютуб-канале, а также на Патреоне. Благодарим вас, друзья, за доверие и поддержку. Все будет Украина!